Папа уедет Гришу забирать Ну в субботу поедем, в воскресенье приедем Ну поедем, ты въезд? Ну давай договоримся въезд Мам, давай сначала въезд, давай, когда будем ехать, въезд, заедем, чуть-чуть там погуляем и поедем домой Доброго утра всем, я буду сейчас завтракать Вот повязку навязала, даже не расчесывалась Гляньте, вот если мне расчесываться еще с вечера, то у меня получаются вот такие вот кудряхи Вот, сейчас завтракаю, опять у меня гречку надо доесть Гречка, вкуснющие помидоры розовенькие и кофе с молоком В общем, буду сейчас завтракать Вот, что еще хотела сказать, что повязку уже себе нацепила Она, кстати, очень хорошая, она тянется и получается завязать разок узелок и одевать ее, даже просто снимая, одевать через голову Блин, я не расчесана, а как точно баба-яга какая-то В общем, ладно, сейчас пошла завтракать, приводить себя в порядок и потом вязать Ну что, идем работать Пасмурный день сегодня, вообще не похоже на вчера Даже я делала детям, что там не на всякий случай Потому что вчера была жара, конечно, конкретная Сегодня все по-другому Где-то выключение камеры Редители уже укропчика нарезали Ну, в общем-то, перебираем каждую веточку и складываем в почки и вяжем резиночками Пучки примерно по 100 грамм У нас 90-100 на плюс-минус Дождик, да, Заюнечка, пошел? Ты видела? Да И я видел Дедушка, включи, поли Дедушка А Дедушка только включил, полил, да? А у нас уже и дождь получил Тучки зашли Кто там, дождик? Дождик, он и не внушает И вот это уже нарезали укропчика Так, ну что, без 10-11 нужно готовить обед Обязать будем только мы с Сержуни Это, в общем, настолько непривычно нам без детей Вот, так что сейчас приготовлю Здесь у меня куриная грудка Сейчас сделаю что-то типа отбивных Будем, в общем, сейчас готовить куриную грудку Как я разрезаю куриную грудку Режу ее вот такими вот Просто полосочками широкими И вот эту вот отрезаю часть снизу Что? Крышку? Да Какую крышку? Погрю Маленькую? Да Ну сейчас иди так погуляю Я покажу, что тетя тебе родила Шприц, да? Скажи, у Сережи болит пальчик Тетя тебе родила шприц ей Это хороший новый шприц Я иголку сняла Зоечка Будет теперь, Сережа, делать укольчик, да? Ага В попку, да? Чтобы пальчик не болел Коль? Нет Не в попку? В попку Я спрятала в попку Спрятала ты попку? Молодец Ну иди играй с Сережей Хорошо, я сейчас пожарю и приду, ладно? Договорились? Сейчас буду отбивать каждый кусочек В общем, беру такие вот кусочки И с этим крупной частью молоточка Немножко с одной стороны отбиваю Все, он расплющивается И беру дальше следующий Крышку не дам Все, в общем, отбиваем Будем обжаривать Да? Будем делать куриные отбивнушечки? Так, вот столько отбивнушек получилось Я их разложила в один слой Посолила, поперчила Потом перевернула Опять посолила, поперчила Вот И сейчас буду их обжаривать Ставим для начала сковородку Чтобы она разогревалась Сковородка разогревается И сейчас будем делать Что-то типа кляра Не знаю В общем, яйца и муку Так, что у меня здесь Разогретая сковорода Отбивные Два яйца Со щепоткой соли С щепоткой перца Сейчас, большинечко нужно перемешать И мука В общем, порядок такой Для начала Берем Вбаливаем все в муке Потом в яйце Потом опять все в муке И на сковородку И, в общем, так все Куриные Отбивные Продолжаем И сковородку Зоя там Серега играет Да, может быть даже Три яйца Придется Вот два Мне кажется Не хватит Там было у меня Две куриные грудки Пакетики Все Вот четыре отбивные Теперь будет жариться Блин, да как-то Выключить камеру Вот такие отбивные Получились Да? Говорю, вот такие отбивные Пожарились Получились Сейчас обедаем После того, как мы пообедаем Скажем Все уезжают Дождь лупит Пока Так, я два мешка взял Женя уже уехал Сейчас я буду сама вообще обедать Потому что все уехали Всем надо уже спешить Так, наливай себе компот Из красной смородины Варила вчера компот Чистый Из красной смородины Это один из самых наших любимых Вишневый Из красной смородины И яблочный Вот этот сок Сильпо Как я его называю Вот, в общем Вот такой он розовый получается Очень вкусный Мой обед Сижу, мне доел гречку С отбивными У меня будут просто отбивные Компот, хлеб Помидорки И майонез Целая ведра майонеза Не бойся Я так много не съела Что я пообедала В общем, сама вообще Одна, совсем одна Хотела рассказать, что Сегодня в 9 утра Мне звонили Из санэпидемстанции По поводу клеща В общем Афанасия Никакой реакции На самом животике Просто маленькая точечка Такой вот прокол То есть она не стала красной Она никак не изменилась Вот, с температурой Тоже у него все в порядке Афоня вообще никак Тоже не изменился Не стал ни бялым Ничего Вроде бы все нормально В общем, они Звонили Узнавали Я-то думала Что они у нас Возьмут клеща На анализ Может быть Ну, как-то вот Сказали, что сейчас Клещей очень много На анализ Его никто брать не будет Если вы хотите То сами везите его На Рашпилевскую Анализ стоит В каком-то там году Стоил 800 рублей Может быть дороже Стоит В общем, это экспресс-анализ Он делается быстро Она сказала, что раньше Раньше брали анализ Ну, клещей Когда доставали То они сами Забирали их И делали анализ Сейчас никто Этого не делает То есть, каждый То есть, дело Как это там Спасение утопающих Делая рук самих утопающих В общем И Что еще сказали В общем, просто наблюдать За ребенком Вот И если вдруг что Обращаться к врачу То есть, как бы вот так вот Узнали, что где Мы живем на хуторе Тут трава, не трава Вот В общем, вот такие вот Случаи Афония сейчас За вот это вот лето То есть, за начало лета Тут прошло-то две недели Три В общем, Афония 147 уже По списку Вот у нее там журнал Афония 147 Который обратился А папа говорит Что новости показывали Что вообще уже 3000 человек По краю С клещами обращались Ну, вроде бы все нормально Ответов Ну, никаких летальных исходов Не было Вот Единственное, что нужно Каждый день осматривать детей И, ну, и смотреть В общем, да Чтобы Из-за такой погоды Влажность очень большая В общем, дожди Во всех регионах Постоянные Очень прохладно Вот Поэтому, короче Такая вот погода Клещи в этом году Вообще очень много Я, знаете Живу уже Сколько здесь, да На хуторе мы постоянно Каждое лето Я вообще в своей жизни Ни разу не видела Ни разу вообще И вот это у Афони Я увидела первый раз В животе он только-только Как бы Был Он туда даже не залез То есть И он только Ну, то есть Даже прокол Даже крови не было Когда его достали Крови даже не было То есть был просто прокол В коже, да То есть он даже Никуда туда не начал Это вот И женщина это сказала Что даже просто На огород мужчина Обратился Просто пошел на огород У него в животе Шесть клещей Торчала И вот И в общем Вот так вот В общем смотреть Осматривать И себя И детей И Быть внимательнее В общем А так никакой Я думала Что-то будет Какие-то анализы Нет Никаких анализов Не будет Сами Делайте анализ Если хотите Если хотите То не делайте Ну типа сказала Что у нас Вроде бы Все пока Достаточно Безопасно Никаких случаев Ничего Не Это Вот Но следим Все равно За Афоней Смотрим Так В общем Ладно Пошла Сейчас хочу Делать пряничное Тесто У меня опять Пряничное настроение Что-нибудь Хочется сделать Так что Сейчас для начала Нужно сделать тесто Для того Чтобы оно Хорошенечко Вылежалось В холодильнике Наверное Аж до вечера Ну часа два Как минимум Оно должно Полежать Я сейчас Насела муки Для моего Пряничного настроения Здесь у меня Одна кастрюлька Стакан сахара Добавляем сюда Сюда же Мы добавляем Сливочное масло Или маргарин В общем У кого что есть 100 граммов Сейчас я все Отмерю Так вот Добавила я кусочек Небольшой Как раз 97 граммов Ну сейчас Больше нет Поэтому будет Ну 100 в общем Сюда же Кладем Два яйца Два яйца Есть И теперь Сюда нам нужно Добавить Мед Пару столовых Ложек Ну 2-3 Можно вообще Без него Я думаю Если вдруг У вас какая-нибудь Аллерген Мед Корицу Я добавляю И имбирь Все это В специях Корица и имбирь Молотые Сухие Добавляю А потом Мы все это Будем растапливать И вводить муку Уже потом Так вот Все специи Мед Все здесь Добавлено Достала Сразу пакетик Разрыхлителя Будем добавлять Тогда Когда все это Растопится И соединится В общем Сахар Соединится С яйцами И со сливочным маслом И с медом И со специями В общем Это будет такая Достаточно темная Однородная масса Которая Не переживайте Будет просто теплой То есть Мы ее ставим Сейчас на водяную баню Кастрюлька Уже с водой У меня здесь Стоит Ждет Я буду все это Мешать деревянной Лопаткой И уже потом Мы добавим Разрыхлитель Да Кстати Спасибо большое Кто подсказал Что соду Например Не надо гасить Я ее раньше гасила В общем Просто тогда Добавляю Я разрыхлитель Потому что он у меня есть Можно чайную ложечку Соды Просто Потом уже Когда все это Расправлено Пойдет такая реакция Все будет шипеть То есть Сода начнет Гаситься Медом Оказывается Она гасится Тоже Вот И Все И потом еще Три стакана муки В конце Замесить тесто И Оставить его В холодильнике На пару часов Все тесто У меня уже На водяной бане Сейчас все это Буду хорошенечко Размешивать Снимать будет Уже неудобно И Все И потом Покажу Что да Вот такая вот Жидкая Жидкая масса У меня получилась Видите Такая вот Коричневая Здесь даже Один маленький Сочек масла Ну Сейчас Растворится Все Добавляем Сюда Разрыхлитель Такой вот У меня Можно Естественно Любой Пакетик Готово Видите Сразу Пенка Поднялась Такая Беленькая А содой Вообще Круч Сода Прям Хорошо Поднимается Сейчас Все это Тоже Размешать Будет Реакция Где-нибудь Класс Класс Да Супер Опыт Мне таки нравится Тоже Пенка Сейчас Все это Прищипит И будем Всыпать Три стакана Муки Ну В общем Я сначала Всыпаю Два Даже Можно По одному Потом Перемешиваю В общем Домешиваю Все руками В любом случае Так вот Чуть Немного Реакция Закончится И добавляем Муки Такое Вот Тесто У меня Получилось Оно Достаточно Мягкое Остаются На нем Отпечатки Вот Сейчас Я его Отправляю В пакеты В холодильник Часа на два Как минимум Потом уже Можно что-нибудь Из него Печь Я скорее всего Вечером Буду Печь Кто там Бежит Привет Сына Как дела Все хорошо Пошли Свинка Пеппа Моя Свинка Пеппа Моя Ты моя Свинка Пеппа Ну как Ты в садике Рассказывай Сказали Сегодня Хорошо Сам Пошел Спать Да Плакал Плакал А в садике Сказали Что ты не плакал Плакал А как ты плакал Покажи Сильно плакал Сильно плакал Да А что ты говорил А Милка Плакал А говорил Что ты плакал Да Понятно Что тут Это кофе Наверное Дедушка пил Да Да А что в садике Давали кушать Суп давали Да А что еще давали Там хлеб Хлеб есть Да Вкусненький Да А сырок Сырок есть Да И сырок есть Да А кашка была Да Не было каши А мяско Да Было А что делали Занятия были Рисовали Там Или танцевали Ах Вау Ты не рисовал А другие детки рисовали Ах Вау Ты рисовал Ням 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 Будет Руки Помойте А надо Хм Нет Надо пойти Помыть Ах Так Кашу будем Сейчас Ужинать У нас каша Общину Вот эти вот Отбивные Куриные И помидорчики Там есть сметана Дать тебе сметану На огород пришли Уже какой перец вырос Свой Вот он какой красавчик Зелененький Висит Уже на борщик Буду рвать Свой перчик Помидорки Зеленые Еще Еще Пока не краснеет Но солнцем Конечно мало Один день Всего было тепло И опять тучи Сегодня и дождик Антоша И Афоня Пришли на малину С малиновым мороженым Малинку Вчера собирали Еще завтра будем Сегодня не будем Через день Немножко с детской Морковку Готовят на рынок Афонасий Пришел на малину С малиновым мороженым Да? Выросла Уже Псал хорошо Ей поливать не надо Да? Антоха Рвем смородину Красная у нас Сегодня по плану Да Надо этот кустик Дорвать Я в прошлый раз Пол кустика оборвала И вот еще половина Осталась Да, сынок? Да У Антохи миска У меня тоже мисочка Так, нарвала я сегодня Пол миски Красной смородины Красную дорвали Осталось чуть там Роднее кустик Дорвать И Черную Она вот так вот Спеет Знаете, где снизу Не спелая Но я уже начала Ее обрывать Потому что там Ветки Аж Мне кажется Скоро сломаются Вот такой вот Блестящей смородины Очень сильно нагнулись Так что буду ее Даже морозить Вот это все на заморозку Вот, а у меня опять Пряничное настроение Буду делать пряники Хочется мне По крайней мере Попробовать сделать чайник Две чашечки разные Спиннер Еще сейчас покажу Кексик и петушка Кексик Правда какой-то большеватый Мне кажется Надо поменьше его Вот Но пока такой И петушок Вот Вот сейчас Раскатывать буду Тесто И тема Я сделала Йогурт Растишку Нашего детства Когда мы все Гостили у бабушки На хуторе И она нам всегда Делала вот такую вот Малину Творог Сметана И сахар В общем Это очень вкусно Оно все такое Становится Розовое И В общем Сейчас мы будем Это кушать Сижу И у нас еще Проблема В станице Нигде не было Творога Пришлось покупать На развеснике Пришлось купить Корову Ее подоить Сделать Купили в пачках Творог Который вот Пятипроцентный А так не было На развес Даже творога Ну правильно Сейчас современные Коровы уже в пачках С гостом Да Как тебе Как тебе Антон Сергеевич Вкусно Можно Такой йогурт Есть Такая Растишка У нас Да Чем Клубничный Тебе Такой Больше Нравится Такая Растишка Вкуснее Да А Ну что Мое пряничное Настроение Закончилось Вот Все что Получилось Спиннеры Вот Пончик Ой Кексик Капкейк Вот Как это правильно Петушок Ноги какие-то Толстые Ну Буду тренироваться Две чашечки И Чайничек В общем Все На сегодня Все Всем пока Потому что Уже 12 ночи Пошла спать Кстати По поводу Глазури Вот это Вот Все Окрашенная Глазурь И Это Все С одного Белка И С 150 Грамм Сахарной Пудры Вот Это Вот В общем Все Получается Еще Даже Получается И Осталось Но Я Потом Не Использую Никак Выбрасываю Продолжение От Продолжение Субтитры создавал DimaTorzok